Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Вы все еще верите, что один собачий год равен 7 человеческим? Или, быть может, вам кажется, что теплый и сухой нос у собаки это всегда признак болезни? А может быть, вы считаете, что выдрессировать взрослую собаку нереально, и это можно сделать только щенком? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили, вам стоит досмотреть видео до конца, ведь днем мы будем развенчивать самые популярные мифы о собаках. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе «Приложения», который находится в настройках вашего телефона. Собаки – лучшие друзья человека уже на протяжении нескольких тысяч лет. Но даже несмотря на этот факт, мы все еще продолжаем ошибаться на их счет. А лающих в человеческом обществе существует множество мифов. Давайте рассмотрим самые популярные из них подробнее. Многие хозяева длинношерстных собак переживают за своих питомцев летом. Им кажется, что животному будет некомфортно при высоких температурах, поэтому они решают его коротко подстричь или даже побрить. Но зачастую такое решение не только не помогает питомцу, а вредит ему. У большинства собак есть подшерсток. Зимой он становится плотнее и защищает питомца от холода. Весной же во время линьки подшерстка остается ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы летом животное чувствовало себя комфортно. Если летом шерсть сбрить или сильно подстричь, может нарушиться ее структура. При отрастании новой она может стать кудрявой и сбиться в колтуны. Безусловно, воспитывать щенка легче, чем взрослую собаку. Но это совсем не значит, что во взрослом возрасте лающих нельзя выдрессировать. Тренировать и обучать собаку командам можно и нужно независимо от того, в каком она возрасте. Только в случае со взрослой собакой нужно быть готовым к тому, что потребуется больше времени и терпения. В течение дня нос у собаки бывает то мокрым, то сухим. И не всегда это связано со здоровьем. Теплый и сухой нос может быть у лающего друга, потому что он недавно грелся на солнце, лежал рядом с обогревателем или из-за того, что он побыл в комнате с плохой вентиляцией. Следя за здоровьем питомца, важно обращать внимание на поведение и аппетит собаки, а не на температуру и влажность ее носа. Все собаки разные и по-разному проявляют свою любовь. Как правило, представители декоративных пород, когда вы возвращаетесь домой, устраивают вам очень бурную встречу с визгом и собачьими поцелуями. А вот представители крупных пород будут более сдержаны в своих чувствах, но при этом не менее рады вашему возвращению. Что беспородные, что породистые собаки нуждаются в заботе о здоровье, а значит и в походах к ветеринару. Наличие породы никак не влияет на иммунитет животного. Если вы хотите, чтобы ваш питомец прожил как можно дольше, ориентируйтесь на индивидуальные особенности его организма, а не на его родословную. Если ваша собака поранилась, помогите ей с лечением раны. Не всегда животные в состоянии помочь себе сами. Ротовая полость собаки полна микробов, вызывающих в ране гнойное воспаление. Поэтому, если собака зализывает рану, срок ее заживления увеличивается вдвое. Это очень прощенный способ описывать скорость развития собаки. Каждый год жизни животного соответствует разному периоду человеческой жизни. Годовалая собака, как правило, по возрасту примерно как подросток, а восьмилетний пес соответствует человеку среднего возраста. Однако, не стоит забывать, что многое в таких подсчетах зависит еще и от индивидуальных особенностей животного. Теперь вы знаете самые популярные мифы о собаках, а значит, никогда в них не поверите. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!